Я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись жилы. Так рассказывает о своем прошлом главный герой спектакля Иванов, премьера которого состоялась в Самарте. Это история маленького и одинокого человека. Главный герой постоянно живет в долгах среди мошенников и пьяниц. Заботится о больной жене, имея при этом любовницу, и не видит в жизни никакой радости. Это был человек, который фонтанировал идеями, он за все брался. Ему все хотелось. Ему хотелось перевернуть мир. И вдруг, в какой-то момент пропало желание, и он ничего не может с этим делать. Чтобы актеры могли вжиться в роль дворян, скучающих в своем поместье, режиссер отвез их на неделю в Ширяево. Там они проживали жизни своих героев под их именами, окруженные бытом, описанным в пьесе. В общей сложности к постановке готовились пять лет. Ждали, когда откроется новая сцена Самарта, которая подчеркнет своим масштабом минималистические декорации. По сути, на сцене перед зрителем предстает древнегреческий амфитеатр. Реквизита почти нет. От действий к действию постановка становится жестче и динамичнее. Первый момент был разговор о греческом театре. Я построил такой греческий театр, похожий на амфитеатр нашего старого тюза, учебной сцены на Маховой. В спектакле звучат отсылки к другим произведениям Чехова. Изменена и часть оригинальных реплик героев. Из постановки ушли размеренности оригинальной пьесы. Это для того, чтобы усилить высказывание и сделать его иногда прямым. Иногда предельно ясным, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что мы к этому не имеем никакого отношения. Это круто на самом деле, это мне очень нравится. То есть постоянно что-то мелькает на сцене, почти никогда нету провисаний. И вот мне кажется, так и нужно ставить классику Чехова в том числе. Как говорится в пьесе, люди рождаются, едят, спят, умирают. А развиваться, строить отношения на искренности и на развитии очень тяжело. В конце пьесы главный герой погибает. В театральной постановке гибели как таковой нет. Она показана очень метафорично. Грустный финал не разрешает поставленных в начале спектакля вопросов. Каждый зритель может ответить на них по-своему. Мэри Илчан, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.